Торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню России, состоялось накануне в Центральной библиотеке имени Бориса Ручьева. Из рук депутата Законодательного собрания Челябинской области Владимира Дремова свой первый документ получили магнитогорцы, достигшие 14-летия. Накануне Дня России заветные красные книжицы в торжественной обстановке вручили 20 ребятам. Получить свой первый в жизни паспорт символично и многообещающе. Этот момент они запомнят навсегда. Звуки гимна, официальные речи, церемонии и слова напутствия прозвучали от представителей городской и областной властей. Я вспоминаю свое вручение паспорта. Это было очень так сухо, вежливо сделано, без такого ликбеза, как сейчас. Тогда в 16 лет получали паспорта. Самое главное, что это документ, который определяет идентификацию человека с российским гражданством, с нашей страной. Вот это самое главное. Ну и повод дает молодому человеку задумываться о будущем. Кем он хочет стать все-таки, да? Какое образование выбрать? Какую получить профессию? В жизни каждого молодого человека это запоминающийся период, когда вручаются паспорта. Тем более в такой знаменательный день, в преддверии праздника Дня России. Ребята становятся гражданами страны, у них появляются новые дополнительные права. В том числе появляется у них и ответственность. Перед тем, как выдать главные в их жизни документы, ребятам рассказали о новом статусе, который приобретают подростки. Ведь вместе с паспортом они получают не только новые права и обязанности. К слову, с 14 лет в России наступает уголовная ответственность. Хотя пока, разумеется, они об этом едва ли задумываются. Билет во взрослую жизнь открывает и новые перспективы. Например, для Михаила Фурсенко обладание главным документом гражданина означает, что он скоро сможет заработать свои первые деньги. Волнительный и торжественный момент он разделил со своей семьей. Сын получает паспорт, становится обладателем многих прав, взрослый становится. Он у нас мечтал пойти на работу, теперь у него есть возможность официально устроиться и помогать нашей большой семье. Я посмотрю различные работы и выберу подходящую и пойду на нее. Чтобы, ну допустим, помогать кому-нибудь выгуливать собаку, получать за это какую-нибудь выручку. В завершении встречи ребятам пожелали всегда отстаивать свою гражданскую позицию. А завершилась церемония музыкальным аккордом. Для молодых магнитогорцев прозвучали песни о России. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВ.